в общем друзья сегодня у нас необычное видео будет видео о том как попасть в сша потому что сейчас вариантов попасть очень мало виза не дают посольство закрыты и самый сейчас популярный вообще вариант это пройти через мексику пройти через тюрьму кому повезет пойти сразу же на суд кому не повезет просто сидеть утверждать сюда но это самый популярный вариант и мало прям такой детальной информации от людей кто это сделал да и всегда это меняется то есть полгода назад это была одна процедура сейчас это немножко другая процедура возможно уже в ближайшем будущем она тоже поменяется поэтому всегда в этой сфере информация обновляется и это всегда интересно вот нашелся человек который мне предложил рассказать свою историю который сколько месяцев уже тут с февраля я зашел на границу и где-то в июне или в конце мая по моему вышел уже есть датышин сколько месяцев 45 наверно ну очень дал чарим уже четыре месяца как в америке находится да и он хочет рассказать свою историю рассказать как мне это все происходило рассказать как он обустроился тут в америке уже по приезду дать где нашел работу как нашел эту работу где искал все прочее как купил машину кстати он был человек машину без документов кредит для того что сразу же делать кредитную историю в общем много чего интересно для тех людей кто сейчас планирует приехать в америку да и не знаю что как делать вот чистый пример человека который прям сидит передо мной показывать свое лицо он не хочет по своим определенным причинам данной информации с вами поделиться поэтому друзья буду задавать вопросы да и вот самое первое интересное вообще как вот ты не то что решил да по какой причине это лично твоя причина по которой ты поехал но вот почему да вот решил пойти через мексику через это все через тюрьму то есть понимал что что нужно делать как делать или ты ничего не знал до этого и просто уже пошел но вся информация на ю тубе смотрел очень много вот и как раз митинги здесь начались с навальным вот я нашел адвоката я уже то есть адвокат уже подписался с ним контракт в россии уже будучи то есть адвокаты в америке да 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 здесь американский адвокат я уже нашел вот адвокат скажу как этот зовут его алекс товаре вот известно тоже его на ю тубе нашел но мне одинами вот вся ситуация которая произошла чисто только повезло вот чисто везение вот мы с ним начали уже с россии работать и вот и он как бы этот помогал мне вот этот перелетом я никакие туры не покупал ничего я чисто купил билет москва канкун и обратно москва стамбул и стамбул канкун и обратно никакие туры ничего то есть я прилетел вот оформил электронная виза для россии и украины по моему электрон разрешение надо прям на сайте тебя нормально пустили канкун все никаких проблем не будем повезло вообще просто мне рассказывать что бывает что даже там разворачивать на мексиканской организме да мы когда приземлились уже когда прошли я с одним познакомился мальчишкой вот хотя мы самолете этот так раз я гонучу в мякосик там это отдыхает вышли и мы начнем разговаривать меня второй раз я уже первый раз я прилетал меня развернули без объяснений без всего ягод двое суток в самолете вот а мне вот повезло и ему тоже в этот раз повезло он прошел вот чисто везение там стоял три офицера я гляжу один умный и два красивых я пошел красивым умный он там что-то в одних прямо это обратный типа канкун москва канкун москва билет спрашивал там он как красивый раз посмотрел проходя проходи и все прошли гостиницу я там отель на букинге все этот забронировал гостиницу я уже оплатил вот чтобы но они там не резервируют то есть у меня бумажки там это с букинг я все распечатал то чтобы будто исправно у меня свобода никто ничего не спросил вот вышли мы из аэропорта там я не знаю мексико чтобы все знали да это просто мафия бандиты они живут вот на этом переходе просто вот такси я за такси заплатил что мне там до отеля довезли на там три-четыре километра 40 долларов до 40 долларов просто и и все и там до других нету они там амига мига туда-сюда но вот для подписчиков для твоих знать в канкуне работает так сидите скачиваете приложение диди и вызываете намного дешевле я этого не знал потом я уже там раз пожалуйста диди прям вызывайте терминал там бац и все и эти карты привязывайте пожалуйста да и вот насчет карты хотел сказать никакие там я песо ничего не менял сбербанк и везде сбербанком распачивался и гостиница и там поесть и магазина прям пук и сразу конвектируется доллар или рубли там или как рубли на карте руб прям рублями ничего там я говорю песо я ничего не менял они не нужны везде карту раз-раз и все и прямо там браса нам конвектируется весы раз и рублем снимается вот и так вот мне чисто повезло ну а дальше уже вот ты как с канкуна поехал уже будет тихуане да да с канкуна я уже в канкуне на пробу там на 5-7 дней да и полетел я тихуану перед тем я конечно подготавливался подготавливаться перед тихуаной ну если меня спросят что и вообще в тихуану лечу для чего я смотрел там блин вот все что на youtube был против орел орешка посмотрел и там какой-то в тихуане есть какой-то этот рынок рыбный рынок и на этом рыбаного рыб там ты рыб можно водить на рыбалку типа и вот только в каком-то в этом заливе там вводится этот краб марсиан какой-то вот я думаю если остановит я скажу на рыбалку на рыбалку а мне еще отель я вот сейчас порыбачу и обратно ли съем рыбак такой за его но слава богу слава богу я прилетел туда ночью ночью прилетел в тихуану вот опять там там стоял пограничник он прям этот досмотр но досмотр как поток идет кого-то остановил он начинает с ними разговаривать а потом дальше идет я гляжу на кого кого-то остановил и какая-то там бабка шланку чемодан несу я буду сейчас бабки помогу я раз бабки мы с ней хоп-хоп-хоп прошли чемодан все вышел из аэропорта выходишь и сразу этот трамповский забор прям вот опять же я вышел и как раз уже в тихуане уже работает uber такси я прямо раз опять uber такси вызвал и в этот в отель в отель приехал английского никакого вообще хайбай английский ничего вот и в отель до переночевал в отель там тоже уйти ма это там они что-то орали там нормальный солидный отель все вроде бы вот все на да я на следующий день пошел машину надо машин мне было купить потому что пешком никак то есть ты хотел границу сам проехать на машине да 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 на машине просто я знаю некоторые берут такси как да есть такой вот сколько я там и сидел детеншин на такси я не знаю у мексиканцы разве если у него разрешение в штатах не знаю если найдут некоторых если найдут ради бога вот я таксист его вызвал и спросил у него где этот авторынок вот туда меня отвез на авторынок там какая-то уж не помню вот и они вдоль прям улица стоят здесь ли и прям цена написано сейчас вот машину мы нашли потом я уже созвонился там с одним человеком семья была мы с ним нашли volkswagen bora просто дрова за 1200 просто дрова но мы там посмотрели все вот сейчас вот ребята уже заходит машину возросли от двух две с половиной минимум мексиканцы они на этом и живут ну да они сам знаешь здесь покупают там за 300 баксов это дрова по границу перегнали все они специально вот на они уже видят ты идешь они уже они все знают они уже все видит и ценникам две две с половиной все за дрова все и мы вот значит напополам купили этот 1200 до борик вот у него семья была и мы вот утро поехали на в тихуану как там граница уж не помню сани сидра по-моему все проехали мы до заехали я знал что нужно сначала отдать паспорта этому офицеру которым там будки стоит простой кпп я даже не так вот я думал там что-то грандиот такой не простой даже не сразу помнишь ему на американцев на заехали отдали паспорта там оттуда семьи и мой там паспорт он такой на нас смотрит ну типа и чё и только после этого мы сказали вот с кем я заезжал у него английский идеальный вот он сказал там политик масса его все все и нас сразу в это пришли он там такой очень типа вообще но мы уже там не пет там уже все процедуры уже отважен да вот и нас там раз сразу на стоянку пришли офицеры типа не переживайте не бойтесь туда-сюда но руки в гору все равно но вы были вместе с этой семьей да 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 мы с вами было человек там опять опять да вот вот мы значит там этот чемодан они все досмотрели нас этот завели вот завели нас там начали как как ресепшен начали уже принимать нас там описывать вот забрали шнурки я специально вот я я тоже смотрел я специально подготовил я купил себе кроссовки без шнурков у меня давай резиночка была я без шнурков купил да люди там которые были они шнурки вытаскивали но это неудобно ты в камере без шнурков я я немножко чуть-чуть прошаривал так что на будущее вот ребятам пусть без шнурков берут не что-то говорил кто-то прятал у себя права в обуви или еще куда-то то есть свои водительские права что потом когда выйти из тюрьмы у него оставались свои права он паспорт забирают вот вот смотрите меня как бы адвокат предупредил насчет этого и он не сказал отправь мне дейчелем все свои документы чтобы ничего там не потерялось он оставь только свой этот загранник и все я им отправил все документы еще в мексике да и все он мне тогда сказал как могут потеряться права туда-сюда но то что в ботинки спрятать я конечно сомневаюсь они все смотрят завозят прям туда прям ручки мира суток завозят везде ничего там не спрячь спрячь я уже там будет смотреть уже по-другому вот назначь там описывали и как раз в этот момент какой-то там этот блин какой-то американский проходил он короче там буянил буянил нас нас этот наручниками к ноге и к лавке железно такие лавки по периметру из нержавейки лавки ледяные просто вот я руки подкладывал чтобы сидеть просто ледяные лавки и к ноге раз и к лавке там уже каждое место и вот там значит один какой-то мальчик ну и на машина курился счет вот они вот он успокаивали успокаивали баллончик а потом его брызнули вот он там что-то этот воды им пинать ну вот я бы нормально попали с первого раза потом нас что-то увели долго мы там ждали и нас начата оценили вот мы с отцом семейства сидели в одной камере нас был двое семью с детьми в другую камеру вели вот это мы уже вниз спустились подвал нету ни окон ничего времени ты вообще не знаешь сколько там чего-то хорошо спросишь если если ответит вот смена смена разные но в основном нормально такие-то человеческие условия вот в душ надо пожалуйста там вечером когда там вечером в душ тебя сводит в душе есть все даже те могут дать одноразовые трусы вот все все что те там мыло там и даже одноразовые трусы пожалуйста сводит тебя там багаж чтобы когда там это рюкзаке там отец можешь в свои вещи там величины взять там что-то этот ну вот в душ пожалуйста есть кормежка вот многие варту там бурита да ну я этот как сказать простой мальчишка из это земли с деревни я в ресторанах нет блин не нравилось будет вот кому какая я я делал я все ел я и буриты и и супы я да нормально очень кормили нормально мне нравилось да потом тут говорят там кому-то фруктов давали на фруктов не давали там какие-то крекер типа рыбки давали с этим я даже магазин их вижу гол чедер вот этот год вот эту рыбку давали мармелад давали вода кулер прямо в камеру нас двое было все время были двоем камеры или потом нет все время был у нас буду это был месяц февраль потом когда уже до течня сидела ребята приходили через две-три недели в камерах сидели по 14 по 20 человек на вот мне сейчас такое да мы сидели вот вдвоем ситуация меняется прямо через два-три дня вы уже вообще по-другому вот я недавно с парнем общался он говорил что людей приводит уводят некоторые на сутки некоторые на двое некоторые на неделю-две по-разному всех да и говорит бывало такое что в камере был он там около 30 человек половина из них русскоговорящий половина вот мексикан там не делит никак я думаю никак не не пони того что много да 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 куда я прям слышу он прям от унитаза говорит спит вот и вот делаешь прям чуть ли он не ногу ну это нормально вот мы отсидели по моему вот семья отсидела не пять дней их выпустили я отсидел по моему шестой день меня повезли в детеншин недалеко детеншин вот я не пять дней посидели их вообще выпустили нет и их выпустили по моему они уехали филадельфию на карантин какой-то там у них поручитель был да у них был поручить они позвонили айс офицера получил поручителю вот их на карантин они две недели в карантине и потом к поручителю не это приехать все они уже поехали да все но у них еще не суда нейтре ничего не ну вот я что имею ввиду не говорили что дают гуманитарный пароль и потом суд ты уже ждешь в Америке и непонятно когда он будет. Годами и годами. Пароль там я не знаю как он, гуманитарный там или что-то. Ну у тебя по-другому ты сделал, да? У меня да, у меня по-другому. То есть меня в детеншн отвезли. То есть я уже был как бы готов. То есть детеншн это ты сам попросил? Нет, я не просил ничего. Ничего не просил. У меня было интервью на бордере, вот на границе, там какое-то интервью какой-то глупый мексиканец был. Ерунду какую-то всякую спрашивал. Сколько ты с собой денег взял? Сколько у тебя было? Я говорю, ну тысяч триста. Начал в долларах переводить. Это в долларах, я говорю, ну не знаю, тысячи три-четыре. Он залез загуглил, какой курс там. Нет, это семь-восемь. Я говорю, а кто сказал, что у меня все было в долларах? Ну какой-то он такой. Но это ничего, это интервью не влияет. Он меня спрашивает, у тебя есть поручитель? Я говорю, у меня поручитель нет. И на тот момент у меня в Штатах вообще никого не было, я никого не знал, ничего у меня, ни языка, ничего. Вообще не было никого. Вот и поручитель нет, а ну типа нет, плохо. Найдешь я, ну наверно найду. И меня в детеншн отвезли в иммиграционную тюрьму, недалеко, на автобусе, наручники одевают на руки, к поясу приковывают и на ногах наручники. И вот ты вот еле-еле-еле-еле ползешь. Как фигурно. Да. Ну не как-то, там в России, ногой не забивают наручники. Вот, то есть этот, они спрашивают, нормально там все, конечно нормально. Чего же ведь тюрьма. Вот. И отвезли в детеншн, там нас приняли, переодели. Вот. Долг там тоже что-то. Все описывают. Деньги, да, вот про деньги. Те, которые наличка у вас есть, они вам на бордере прямо пересчитают ее, там запишут и отдают вам в карман. То есть вы ее держите всегда в наличку с собой. Никто у вас ее не забирает. Вот. А туда уже, когда в детеншн привезли, они пересчитали, ты расписываешь, все пересчитали. Одна зубная щетка там зеленая, вот такой большой список, там все. Туалетная бумага, все, там дворун, там все. Вот все переписали, ты расписываешься и тебе, как бы там этот, ну, типа вот дают этот, ну, тикет, типа вот это твое, там когда будешь выходить, мы тебе там все отдадим. Вот. Одежду все сняли, переоделись, помыли и дали робу, ну, вот тюремную. Цвет синий. Синий, это значит, ты там не криминал, ничего не то. То есть оранжевый там, потом уже тоже с нами оранжевый сидели, оказывается. То есть оранжевый это уже какой-то криминал? Да, криминал совершил, вот нас там их, сначала они были в зеленой робе, вот эти, которые, потом им сказали, нет у вас зеленый, нет, передевайте оранжевый. Они с нами, блин, в этом впаде. Падает какая-то большая тюрьма, как ангар. Вот они уже в оранжевый ходили. Я у них спрашивал, один был англичанин, он там жену, там что-то пинул, цыганку, вот она на него. Другой там этот нелегал был, 13 лет жил, он там стрелял в полицейский, бежал от них, ну, все равно поймали. Вот им оранжевый, но они там долго сидели. Вот. Все, переодели, мы помылись, свою одежду мы сдали, там такие мешки, как потом я узнал, нашу одежду всю этот постирали, обработали, наверное, от короны, вот, когда я уже ее получал. И все, нас завели этот, опять на карантин, опять на карантине, мы там сидели изолированные, этот, как-то странно карантин, люди там 5 дней отсидели, но и добавляют, добавляют, что это за карантин. Вот, 14 дней мы отсидели, и нас потом в этот, в общий, там этот, который уже, люди там по году, по два, по три сидели. Вот, пады, у них это пады называется, там F, пад G, пад до тюрьмы. Большой такой, как ангар, я не знаю, там метров 80, наверное, идет, шириной метров 40, и вот, значит, с одной стороны камера расположена, камера без дверей, по четыре кровати. Раз, два, четыре, нет, четыре, восемь, здесь четыре, и тут четыре, да, восемь, восемь кроватей. У вас там есть настольный теннис, в десяти метрах, в десяти или там пятнадцати метров от камер, от столов, там, где едите, туалеты стоят, вот, туалеты, кабинки, вот, души есть, там, такой узнавесочкой, этот, настольные игры, что там, телевизоры есть, три-четыре, так вот они стоят, и такие стули, так вот, как в театре, сидите, смотрите, вот телевизоры, наушники раз воткнули, там, и вот, ну, и сидите, смотрите, там, каналы. Какой канал надо, офицер подзываешь, переключи, change channel. Он подходит, прям, да, они не дают пульты, ну, и вот, и next, next, говоришь, он стоит тебе, офицер находится с тобой в камере, он прямо, вот, ты здесь, и вот он с тобой в камере находится, офицер, вот, и есть, значит, в этих, в этих падах есть телефоны, вот, как в тюрьмах, вот, видели, в фильмах, вот, черные трубки, и вот, вот, один в один, вот, вот, что в фильмах показывают про тюрьму, это вот, все то же самое, вот эти трубки вам дается бесплатно, он сейчас даже забыл, бесплатно, короче, на неделю, вот, я могу звонить в Россию бесплатно, 10 звонков, у меня, по-моему, то ли, по 10 минут, что ли, вот, вот, 10 раз, по 10 минут я мог бесплатно звонить в Россию, да, и плюс здесь еще местные, то есть, в Штаты можешь звонить еще, там, вот, я своему адвокату звонил, в любое время, ну, кроме, когда, там, отбой, там, спишь, что-то, этот, вот, также еще были у нас, короче, планшеты, планшеты, если у тебя деньги есть, ты можешь домой звонить по видеосвязи, ставишь там специально это, чтобы ты, там, это ничего не снимал, вот, как, там, камер, ну, типа охраны, ставишь этот, и, у кого деньги там были, они прям по видеосвязи разговаривали, все, вот, там на планшете опять деньги есть, можешь музыку смотреть, прямо лежа у себя на кровати, фильмы, игры, ну, все это за деньги, вот, и, также, раз в неделю у тебя был такой, как этот монитор, терминал, типа, как, знаешь, терминал Киви, у тебя аккаунт тебе дают, и деньги у тебя, которые были на счету, они тебя на счету, то есть, ты можешь заказывать, там, еду, сникерсы, колбасу, там, шорты, майки, там, этот, вот, не заказываешь, кроссовки, кока-колу, сникерсы, чипсы, вот, все можешь заказать, деньги есть, цены стоят, ну, где-то раз в два или три, вот, чем мы сейчас мы живем, чуть дороже, вот, ты все это можешь заказать, и тебе, вот, раз в неделю, там, прям, приносят, все, ты принесли, там, расписываешься, там, эти супы можешь, это, БП, заказать, там, вот, пожалуйста, вари, шоколадки, ну, все, вот, все, что есть, вот, и, да, можешь, пожалуйста, и, так же тебя кормят, пожалуйста, приносят, кормят, ну, в основном, такая, это мексиканская еда, мексиканская, остренькая, ну, уже, уже, сам уже привык к остр literature, уже, сам уже, дайте чуть полострее, вот, кому-то, кто-то не мог есть, опять же, блин, ребята, я простой, Мужик с земли, деревенский, я ел. Мне некоторые, там даже, можешь есть, боишься поправиться. И люди на самом деле поправлялись. Конечно, там фасоль, вот это все, есть можно. И мясо, и тушенка была, и курицу приносили, и что там еще. Ну, есть можно, с голоду не помрешь. Так что, с голоду не помрешь, есть можно. Вода всегда есть. Лед, лед обязательно. Ну да, тут в Америке изделия. Лед кончится, кофтер подходит, у нас лед кончится. Он берет эту кадушку, за льдом. Я говорю, мне иной раз их было даже жалко. Как в гостинице, да? Да, иной раз, блин, был. На самом деле, что-то там прям этот. И так же, вот я забыл сказать, там можно было работать. Работать, например, если в этом паде моешь, там. Я их мексиканцы любили туалет, мыть, ужас. Это прям вот хлеб, мне кажется, все на туалет налетали. Почему, не знаю. Я вот не знаю, уже не перераслышал эту историю. Вот любители, вот только в туалет. Я говорю, ну, блин. И спят возле них, и мой. Да, 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 вот дай им туалет. Вот, и, короче, зарплата была доллар в день. Доллар в день. Я работал, ходил на улицу, аутсайд. Где-то 2-3 дня, ой, 2-3 часа в день, и то не каждый день. Мне платили полтора доллара. Но я ходил на улицу, хотя бы посмотреть, развеется хоть вытемлен. Вот. Как в дальнейшем оказался, это плюс. Если ты там работаешь, это плюс. Потом расскажу. Вот. Если не забуду. Вот, я работал там, все это грязное... А как мы там стирали? А, да. Там, то есть, у тебя вещи грязные, такие, как это, большие пластиковые корзины привозят. Снял робу, кинул тебе на утро уже этот... У меня таких комплектов было 3 или 5. То есть, вот эти костюмы, там и штаны, трусы коричневые, там, этот все, вот это было. Вот, и эти кроксы, кроксы дают на ноги. Кроксы? Да, синий кроксы, все. Кроксы там что-то порвались. Новые тебе. Я говорю, блин, ничего себе. Кто в футбол, там, вот этот, бэк-ярд был. В баскетбол можешь играть. Мячик дают, там, маленький такой футбол. Просто там что-то ходишь, занимаешься. Вот. Ну, как обычно, в тюрьме сразу все становятся спортсменами и верующими. Вот, в тюрьме сразу все. Вот. Отсидел я, значит, карантин. Потом у меня айс-интервью. Айс-интервью. То есть, мы с адвокатом, с Алексом. Он меня готовил. Все к этому интервью. Вот. Потому что были случаи, со мной там армянин сидел. Он заплатил адвокату 25 тысяч. Ага. 25 тысяч. И адвокат ему говорит, не переживай. Все нормально. Он его готовил к интервью. И первое интервью, самое важное. Кредибл фир. Айс-интервью. Он не прошел. С адвокатом заплатил. И он не прошел. 25 тысяч, блин. Пацан отдал. И ему говорят, мы тебя что, депортируем будем обратно в Армению. Он там давай, короче, что-то по болезни туда и сюда. Что-то там начинал этот. Сестра ему еще находит адвоката за 25 тысяч. Еще одного адвоката. Вот. И ты, когда хороший адвокат, это, блин, наверное, 95 процентов успеха. И вот второй адвокат ему говорит, давай косим по болезни, чтобы ты только оттуда вышел. И вот он косил, косил, косил. И как тут, короче, вышел. Вот. По болезни. Да, вот 50 тысяч просто отдали, блин. А что ты с этим адвокатом сделаешь? Нет ничего. Ну да. Вот ты сюда ему не приедешь, морду не набьешь, ничего ему не сделаешь. А он что? Ну вот так вот. Вот. Мы, значит, с моим адвокатом присутствовали. Значит, меня завели там в комнату. Вот это Айс-интервью. На проводе висел я, переводчик, адвокат и вот это Айс-офицер. Вот на проводе мы все сидели. Все. Потом этот в конце, там, да, мой адвокат там. Ну да, все это прошло, все нормально, все замечательно. Я получил эту бумажку, кредит-буфир. Ну, типа, они мне верят, все подтверждение. Было потом, значит, через неделю-две у меня назначился первый суд. Как он называется, там, первый прослушник, я не знаю. Я уже пришел на суд. Ты пришел прямо там, в тюрьме или как? Прям в тюрьме. Вот это здание суда, вот как в фильмах. Вот это там, пореблик, там, где судья сидит. Но ее там нету. Вот такая камера здоровая, я не знаю, там, как труба, 120-й. Здоровый телевизор, и вот сидишь, ты смотришь. Я уже пришел, не здрасте, ничего не сказал. Я только слышал, мой адвокат говорит там. Абсолютный, абсолютно. Ну, английский-то у меня, британский. Вот, ни хрена не понимаю. Вот, и все, я там в конце только услышал, там, судья говорит, спасибо на русском. И все, я вышел. То есть, мой адвокат сказал, нам давать ближайшую дату-сюда, мы абсолютно готовы, у нас все есть. Вот, все там доказательства, все пруфы, у нас все есть. Ближайшую дату-сюда, все нам дали ближайшую дату-сюда. Вот, дали ближайшую дату-сюда, я пришел, два часа у меня был, ну, адвокат приехал ко мне сюда в тюрьму, сюда в тюрьму. Вот, мы с ним прям сидели, он рядом со мной сидел, блин, но он пришел просто, просто порвал этот суд просто вдоль и поперек. В конце прокурор какие-то там глупые слова задавал, блин, что я там в армии, с чего стрелял, с чего стрелял, с рогатки. Вот, в конце просто, я говорю, адвокат мой там порвал, у него вот такое вот это дело было, и такой же бумажки у судьи, у прокурора было. В конце прокурора от апелляции отказалась, мне судья, там, добро пожаловать. Да, и вот самый главный вопрос, меня судья спросил, вы, говорит, работали в России? Я говорю, что, не понял, что за вопрос. Я говорю, блин, с 18 лет работаю. Он говорит, а, работали, я говорю, я и в тюрьме работал. Он говорит, а, вы работали, все, добро пожаловать. То есть, здесь... То есть, если ты работаешь, ты... Да, 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 здесь им нужны работающие, здесь бомжи. Ну, да, они нужны те, кто будет сидеть на пособиях. Да, да, работаешь, плати налоги, все, ты будешь здесь лучшим, ну и преступления совершай. Ты будешь просто лучшим. Я на посмотрел, блин, он в тюрьме еще работал, ничего себе, за полтора баксов, ну, какой дурак будет. Я там траву укосил, что-то, да мне не важно, мне лишь только выйти на свежий воздух, вот. И все, два часа у меня был суд, два часа, но там еще этот фингерплит, пальчики, отпечатки пальчиков не готовые были. Она говорит, давай еще, короче, неделю еще просидел, вот. И судья, типа, сказал, мое решение не поменять, ну, если там, конечно, там, не какой-то Усан Бен-Лан по пальчикам. Вот, и пришел, этот, пальчики мои пришли, опять суд собирался, он говорит, да, ты все посмотрел, шлеп, он говорит, все. И в этот же день меня выпускают, в этот же день. Это я вот хочу напомнить. У меня не поручителя, никого нет абсолютно. Меня везут, наверное, в 8 или 9 вечера везут в Сан-Диего, на автовокзал, в наручниках, выпускают наручники, раз-раз, иди. Куда идти, чего, блин. Я вот ближайший отель, у меня в кармане осталось 500 долларов. 500 долларов. Я ближайший отель нашел, за 70 долларов снял, переночевал, немножко этот дух перевел. Вот, с теми людьми, которым я переходил границу, я с ним созвонился. Мне вообще идти некуда, просто вот. Вот, они типа, да, да, ну, че ж, примем, куда деваться-то, не научишь там под мост идти. Вот, я иду, покупаю, значит, себе телефон, покупаю Моторолу, 250 вместе с симкой, карта у меня вышла, 250 долларов. Все, у меня остается на руках, там, блин, сколько, 230, сколько, я не знаю, там, 200 долларов. Вот, я покупаю билет на автобус, он, по-моему, 30 долларов стоил, и я еду в Лос-Анджелес. Вот, в Лос-Анджелес я приезжаю, блин, в даунтаун, я вылазил с автобуса, палаточные города. Да, да, палаточные города, блин, синие, это вот, розовые очки у меня сразу упали. Вот, сразу, моментально, все застанно, бегают крысы. Я один стою, один такой, этот, блин, белый человек, я просто, блин, в шоке вообще, куда я попал, это что, штат? Вот, ну, потом, наши, ребята, за мной приехали, все, я, вот, у них там, жил, наверное, недели две, спасибо им большое, огромное спасибо, две недели, но я от них убежал. Вот, через две недели, это у меня в кармане было 200 долларов, через две недели я домой отправил, наверное, 1800 или 2000 долларов, уже спустя две недели. Я работал каждый день на мувинге. То есть, ты сразу приехал, сразу же? Да, я сразу, на следующий, у меня, ребят, у которых я был, они говорят, вот тебе такие-то группы в этот, в Телеграме, вот, и вот туда пиши, я пишу, вот там-то, там-то, типа, нахожусь, там, вот, Норс, Холливуд я жил, вот, это, парковка, да-да, там, один, 16 долларов в час, я говорю, до меня, без разницы. И я вот до него каждый день, я обратно, у меня ничего не было, вот, 4 или 5 миль, я пешком ходил, туда-обратно, все, там работал, поработал я у него, наверное, где-то около месяца, наверное, вот так вот, а потом я, раз там, в группе, ага, там, один, 20 долларов, ну, даунтаун, я вот, да, бог с ним, раз на метро, метро здесь, кстати, бесплатные, метро бесплатные, автобусы бесплатные, это за коронавирусом, ну, надо людям помогать. Вот уже сколько, уже года два, да-да-да-да-да, я вот на этих метро ездил, я не знаю, там, раз 5-6, но это ужас, конечно, это просто, вот, там, вот, а что там, ну, я еще ночь, как-то попадал, это просто, я держался поближе к полицейским, там, просто тьма, это вот, все застанно, все, вот, все вагоны, все просто, вот, работал я, значит, и потом с ребятами познакомился, как раз, вот, я сейчас, у кого работаю, у казаха, вот, я у него попал, и мне, вот, на метро ездили, блин, ну, ну, часа 2-3, и вот, что поздно, я ему говорю, можно я, там, тебе, это, в траке, говорю, поживу, там, 2-3 дня, он говорит, да, живи, и я, вот, в траке, и жил, там, этот, в кузове, у него, два дня, блин, не мылся, ничего, бланкеты постелю, и, блин, и вот, на бланкетах, я говорю, вот, нормальная Америка, вот, ну, ничего. Ну, такой есть лайфхак, небольшой, это тренажерный зал, да, я знаю, я знаю, мне ребята говорили, ну, слава богу, я потом, вот, с кем работал, ребятами, вот, они меня к себе, этот, привестили. Ну, это сейчас просто скажу ребятам, которые не знают, да, вот, фитнес-планет, тренажерный зал, он по всей Америке, в каждом селе, вообще, везде, везде, где такое может быть, абонемент стоит 23 доллара в месяц, и ты можешь посещать любой зал, сколько хочешь раз, то есть, и там, души, и туалеты, и сауна, по-моему, есть, да. Сауна не везде, но там есть массажные кресла, крио-сауна есть, есть солярий, в общем, много чего есть, да, да, я, я в курсе, я в курсе. То есть, это удобно, да, когда вот нигде помыть, да, зал пошел, помылся, потренировался, да, 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 я в курсе, я знал, вот, на тот момент у меня уже, уже украли один велосипед, да, да, тут их ворует вообще, да, и мне второй велосипед, значит, какой-то мальчишка отдал, такой, наверное, там, долларов триста стоит, такой, колеса широкие, блин, вообще, вот, а украли мне его, поехал банкомат, деньги ложить, ну, скажу, минута, в даунтауне, привязал его все, привязал трос мягкий, и через минуту, наверное, охранник заходит, чей велосипед уехал, я прям деньги, он его срезал, я выхожу, так трос остался, думаю, ну, и ладно, как пришел, так ушел, он там, блэк гай, вот они там крэйзит, да, они воруют велосипед, да, уехал, я говорю, ну, ладно, что ж, пусть катается мальчишка, вот, и вот, мувинг, вот, про мувинг хотел рассказать, блин, это, конечно, вещь тяжелая, очень тяжелая, у меня спина до сих пор болит, колени, слава богу, пока прошли, вот, просто работаешь, когда, вот, кто-то, ребят, приедет, вот, пусть они остерегаются сразу таких дураков, которые, да, давай на руках потащим, вот, я себе правила взял, вот, все, что тяжелее двойки, это тележки, я все катаю. Зачем себе усложнять самому, да, не надо, блин, мы никуда не торопимся, да, давай на руках, да, давай, и вот это вот, давай, блин, это просто... Все окончается плохо, тем более, можно ударить эту мебель, можно... Да, не надо, мы тут никуда не торопимся, мы никуда не бежим, если ты видишь, что этот диван, в дверь не лезет, не надо его там пытаться, что-то запихивать, позови этого клиента, скажи, он не лезет, и он тебе всегда скажет, да, мы в гараж его поставим, все, потому что это были случаи, мы таскали эти диваны, вокруг подносим, а тут не лезет, а туда не лезет, а потом говорят, да, туда, и все, и все это за бесплату, зачем это нафиг надо, это себя уродует, вот, просто ужас, ну, Мовинг, конечно, да, хорош, что ты, деньги сразу, да, деньги сразу, там, кэшем, и работаю, сейчас, правда, на спад, Мовинг ушел, вот, сезон кончился, сезон падает, да, да, вот, Мовинг, да, там, опять же, какими-то знакомствами, туда-сюда, но, вот, я хочу рассказать про работу, да, я просто сюда, когда ехал, даже в тюрьме сидел, вот, мне там, американцы, там, были, которые говорили, тут работа, типа, завались, я говорю, да, не можешь этого быть, но, на самом деле, ребята, вот, если вы работаете, и работодатель видит, что вы нормальный, он за вами даже приедет домой, вас привезет и отвезет, и такие у меня случаи были, он, заезжая домой, потом мы отработали, говорит, блин, я тебя не могу обратно отвезти, на тебе деньги на такси, езжай на такси, а завтра сможешь выйти. Тут просто мало хороших работников, которые могут хорошо делать свою работу, типа, да, 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 вот просто, вот надо тупо работать, и все, и тебя увидит, вот, я сейчас вот работаю, там, у казаха, да, он, так, тебе, что надо в трак, что надо, холодильник, мультиварку, все, я поехал в Майами, он, так, давай, остановись, этот, в Майами, давайте гостиницу сниму, отдохни, покупай себе бассейн, я говорю, все, по чем, все, по чем, все, по чем, я говорю, нет, я говорю, ты мне деньгами можешь, да, я говорю, домой поеду, Вот все, если ты нормально работаешь, больше ничего, у тебя все будет абсолютно. Ну, опять же, не все работодатели прям настолько хорошие, бывает часто попадаются как бы нехорошие работодатели, надо быстрее уходить от него, ты с первого дня его увидишь, не работай. Просто есть такие парни, у меня знакомые, когда мы работали на мувинге, мы жили вместе, но работали в разных компаниях, я ему показываю, сколько я заработал у меня, и он смотрит, сколько он заработал, у него получалось намного всегда меньше, и работа была хуже. К нему хуже относились, но он не мог уйти туда, потому что боялся уйти или что-то такое. Пойди-ка пошли в мою компанию. Это и есть, мы знаешь, вот большая парковка, и там 50 траков, и 10 компаний, а мы вот с этим станом жили в одном доме, он ходил за 20 долларов, работал, а вот на той же самой парковке мы 23, я говорю, да идем к нам 23, ой нет, я вот блин, я говорю, друг, ну в чем дело-то, это рынок, извини меня, блин. А вот водитель, да, вот я в мою компанию, просто водитель, не форман, 30 в час заработал, то есть у тебя есть калифорнийские права, 30 в час, но сейчас расценки упали, 30, блин, а простой водитель там 20, но есть разница, за 10 часов, что 200 заработал, что 300, блин, ну, а они все равно ходили, ну, я не знаю, в чем, в чем, что у них там болело, я не знаю. Вот, и работа на самом деле, вот если просто вот работать, работа навалом, вот не ленись, не работай, и все будет, абсолютно все, все, и вот я говорю, семье сейчас уже ипотеку дома я закрыл, и вот стараюсь жене там отправить, ну, по пятерке хотя бы в месяц, вот, домой. Ты сейчас зарабатываешь, тебе хватает денег на жизнь? Все хватает, и кредиты, вот. А, кстати, да, расскажи, ты машину купил? Да, да, вот я кредит, я вот с самого начала, как только сделал банковскую карту, я ее, все, все свои, этот, кэш, который получал, все деньги, я на карту ложил, вот, и, прежде чем взять кредит на машину, я взял машину в аренду. Взял Приус, как вот тут, вот, Приус стоит в аренду, в месяц страховка, я брал 650, я месяц проплатил, и что-то меня как-то, этот, жаба задушила. Я думаю, пойду узнает, там, этот, мне сказать, пойду кредит узнаю. Ну, вот, я пришел, кредит по правам и по моей карте, они посмотрели, сколько в месяц у меня, там, этот, денег поступает. Они, ну, в принципе, это любой банк им делает, он смотрит поступление на карту, да, им не важно, откуда приходят деньги, они могут быть налички в банкомате, может быть зарплата с работы, еще что-то главное, поступление на карте ежемесячно. Да. Если они есть, то вам дадут. Да, да, то есть, я с самого начала себе такую программу дал, то есть, я буду зарабатывать, платить налоги, буду свой доход показывать, но я могу взять любой кредит, любую машину, я могу снять любой жилье на Зилу, никуда там ничего, просто свои данные отправляешь и все. И у меня будет расти кредит скор, ну, вот, я готов платить налоги, я готов взять эту медицинскую страховку, там, сто-двести баксов в месяц заплатить, но я буду ездить, не переживать. Что-то со мной там в дороге случилось. А вот еще насчет кредита, ну, ты взял, получается, у какого-то небольшого дилера, прям, его он дал тебе сам кредит, правильно, на эту машину или как? Банк, какой-то банк, я даже не знаю, да, они дилеры, русскоязычные ребята, дилеры. Это не Антон с Ван Найсом? Ван Найсе, наверное, Антон. Да, 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 я понял, он всем в основном русскоговорящим делает. Ну, у меня эти номера и МСК, что-то, да, да, да. Да, 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 вот у меня. Самое популярное, я постоянно слышу, да. Но мне самое главное, что они не обманули ничего. Ну, да, да, у меня знакомы, правда, много машин через них, действительно. Да, они не обманули, вот, процент высокий, да, но что ты хочешь? Ну, да. Да, процент, и поправить всю эту машину, я все прекрасно понимаю, но на одной чаше у меня 650, арендный приус, чей-то, и 600, своя машина. Есть разница? Ну, разу свою платишь, она. Блин, ну, как-то приятнее, все равно. Ну, конечно. У меня и кредит скорый, и машина, блин, хотя бы, да, она не мустанг, конечно, понятное дело, вот, но... Да, не, хорошая машина, на самом деле, ну, видел, Nissan, типа, ну, пойдет, если честно сказать, это у меня лучшая машина, которая у меня была в жизни, вот, у меня вообще машины на автомат не было. Ну, блин, классно. Вот, и все, и мне дали кредит, 22%, если кому-то интересно, 22%, Катерина, там, которая сидела, она говорит, через полгода придешь, мы тебе сделаем рефинансирование, вот. Ну, я ее могу закрыть, там, через полгода, через год, проблем никаких нет. Но, на самом деле, лучше не закрывать, лучше платить... Я знаю, да, потому что банк прибыль свою теряет, и... Вот, ну, это не просто... Лучше платить 600, там, за свою машину, да, чем брать аренду, блин, и там, что ты... Тем более, если ты работаешь на пикап-траке сейчас, да, в Костяновой России, ты можешь ее так же сдать на туру в аренду, и машина будет себе ездить, ну, и так образно... Да, 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 пусть она стоит, и у меня кредитная история. Идет потихоньку, мне куда-то там что-то надо, я никого не спрашиваю, я раз сел, поехал. И страховка там тоже, как, типа, идет же, правильно, у нее этот, типа... Ну, страховка, да, когда ты платишь ее долго, и без аварийной езды, и все прочее, то, сколько потом будет дешевле. Тоже идет. Это вот спустя 4 месяца. Я знаю, здесь люди живут 5 лет, у них грин-карты, блин, а машины нет. Да, есть такие. Они, машины нет, ну, они как, они 2 месяца мы отработали, например, там, в год, да, заработают там 1015-20, а остальное время они не работают. У них ничего, ничего нет, они ничего не зарабатывают, блин, и им ничего не надо. Ну, да, и они не трусают себе. У меня, да, свои предпочтения, у меня тоже были такие знакомые, с которыми я жил вместе, и вот парень тут 4 года живет, и он ничего не делает, он иногда выходит поработать на мувинге, для того, чтобы заплатить за квартиру, да, все остальное время просто сидит курить траву, ну, и восхождать всю жизнь. Ну, это просто вот... Нету целей, нету желаний, нету стремлений. Да, да, ну, просто здесь страна, возможности. А тут, да, тут бери, делай и получай просто. Ну, ну, вот просто вот я, времени много, ты сам с собой едешь, там, думаешь, разговариваешь, да, вот что тебе надо, чтобы ты здесь стал миллионером, блин, язык и документы. Поработать, да, документы, делать кризистор и кризисную историю. Все, язык и документы, блин, и тут, блин, страна возможностей. Если ты работаешь, у тебя здесь будет все абсолютно. Ну, да. Да, и вот, когда уже спустя время, когда вот уже деньги есть, и ты уже понимаешь, что не в деньгах счастья. На самом деле, но это имеет право сказать тот человек, у которого есть деньги, а если у тебя этих денег нет, ты не имеешь права так говорить. Ну, да, ты не знаешь. Вот, да, вот просто, вот я домой отсылаю, да, блин, у них, они все, все себе купили, и дальше что? Ну, да. Ну, вот дальше что? Тем более, если ты купишь все, что ты хотел, тогда ты понимаешь, что тебе нечего хотеть. Да, и еду, там, да, там, и ролл, там, и сёму, и все. А дальше все, и только вот тогда ты понимаешь. А когда у тебя этого нет, ты не можешь сказать, блин, ни в деньгах счастья. Ну, айфонам, айфонам, все купили, дальше что с ними делать, а уже ничего не радует. Ну, единственное, что тут будет радовать, это то, что ты найдешь какую-то свою стезю, которая тебе будет нравиться, именно по работе, да, какой-то бизнес, его развивать. Да, 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 у меня уже наметки есть. Уже не будет определенная цель, какое-то количество денег там, знаешь, а будет цель развить свое дело, которое тебе нравится. Ну, да, конечно, стабильность хочется, вот тут как бы две проблемы, что здесь для меня плохо. На первом месте то, что семья у меня там осталась, без семьи очень плохо, и язык. А вот расскажи немножко о семьях, то есть никто ничего не понимает, то есть у тебя жена, дети, да, и собак. В России, да, и получается ты сейчас приехал, вот уже сейчас ты выиграл, когда студ, ты получил white card, да? Да, у меня белая карта. И через 9 месяцев поддашься на green card, да, через год. Получишь, да, green card, и после этого ты только поддашься на насоединение? Нет, 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 я уже подал на насоединение, у меня уже статус, этот, асайлт-рефьюжи, беженца. То есть я на основании этого уже подал, подал этот. И не знаешь, сколько может это занять? Не знаю, не знаю. Ну, типа это год или три года или пять, не знаю. Здесь, понимаешь, если сейчас посольство там закрыли, Байден разругался, Путина, все. И как, что? Вот сейчас ехал, он говорит, через Казахстан, сейчас наши русские в Казахстан едут там в посольство получают. Вот, не знаю, как, что это будет происходить. Ну, в общем, если бы посольство работало, то в хорошем случае просто в каком-то сроке получили позицию. Раньше, как я вот знаю, посольство было Москва, Питер и Екатеринбург, что ли. Где там Лина Васи был, посольство. То есть вот они три работали, а сейчас все закрыли. Или сидят. Вот. Я говорю, вот две вещи. Язык. На первом месте семья, конечно. И вот языка не хватает. Языка очень не хватает. Вот. Ну, как-то что-то. Вот я езжу и Майами, и в Нью-Йорк ездил. Блин. Вот. Ну, как-то вот что-то с людьми. А вот на пикапе ты возишь машины или ты... Нет. А что ты возишь? Мебель с мувингом. А, да? Ну, вот, например, вот этот стол. А. Ну, заказались там с Калифорнии, в Нью-Йорк. Вот я один стол везу. А. Для них. А таких у меня там 30-40 заказов. Я даже не слышал от такой именно. То есть на пикапе у тебя прицеп закрытый. У меня трейлер, да-да-да. Трейлер, все. Просто когда возят машины, очень часто перевесы, проблемы. А с мебелью все, думаю, просто... Я даже не заезжаю, у меня там что-то... Я вот, и вот, вот, кому-то вот два стула в Нью-Йорк, вот отсюда два стула. А платят, люди платят. Да, прикольно. И в Майами, вот в Майами, вот только приехал, вернулся. Ну, я по пути, минут 30 заказов, например, в один штат. То есть я уже всю Америку объехал. У меня вот карта есть, там где я уже везде побывал. Не, ну, классно. А вот на данный момент, да, вот 4 месяца тоже в Америке, и сколько в тюрьме вот это все у тебя заняло, сколько месяцев? Два с половиной я-то сидел. Ну, в общем, уже полгода у тебя вся эта история длится. Да, я вот в феврале зашел, 13 февраля я зашел на Бордер, и вот я вышел, наверное, где-то в конце мая, вот так, наверное. И вот на данный момент твое впечатление вообще по всей этой ситуации. Я думаю, твоя жизнь перевернулась вообще с ног на голову. Да, 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 я вот хочу сказать, что я вообще ни разу в жизни из страны не выезжал. С России, да, не выезжал? И вот первый раз в жизни, я вот такой шаг, вот я перелетел через всю страну. Вот первый раз в жизни. Ну, в Турцию, Мексику, Америку. Да, да, я в Турции, вот и в Канкун, и вот как-то перешел. Вот. Ну, слава богу, мне чисто повезло, и только вот с Божьей помощью больше. Блин, ну, честно, я считаю, у тебя очень классная история в компании, что довольно-таки быстро ты получил, у тебя хороший был адвокат, который совсем помог, ты сразу начал работать, заработал, уже проведение семье, купил машину. То есть, на самом деле, очень много чего ты успел сделать за короткий промежуток времени, тем более с документами, люди тут ждут вообще суда по 5, по 7 лет, да, ты уже документы зеркал. Это вот, говорю, Алекс, молодец, вот он, знаешь, вот все подготовил, потому что там были случаи, например, суд, раз там приходит, он говорит, а где у вас эта бумажка, там форма такая, он говорит, адвокат, а я не знаю, говорит, ну, идите через месяц, как сделаете. То есть, у меня адвокат сделал все, все, он меня не подвел, вот, блин, и, конечно, ему большое-большое спасибо адвокату. Ну, я удивляюсь, знаешь, чему, вот многие люди говорят, там, вот я не хочу ехать там куда-то, потому что меня там не ждут, там, мне там, то есть, у тебя тоже никто не ждал, ты ни разу не был, ничего не видел, языка не знаешь, и у тебя все получилось, понимаешь? То есть, я к тому, что если у человека есть цель, и он знает, что он хочет, то без знания языка, без ничего, ты просто возьмешь и добьешься, ты сделаешь то, что надо. Ребят, просто работайте. Это просто к тому, что люди некоторые хотят, например, да, но боятся, думают, что я не знаю языка, я не знаю, как что сделать. Блин. У меня ответ на это есть, они просто не хотят. Да, вот я тоже так считаю. Они просто не хотят. Потратить время, собрать информацию, подготовиться. Мне же вот там знакомые со мной там созваниваются, что-то, да, а вот как, чего там, там им объясняешь, там, ну да, он говорит, я еще подумаю, если что меня как-то примешь, ребят, вы что думаете, как в Москву приехать, да кто вас сюда пустит? Блин, вот такие это простые, ты еще думаешь, ты еще как-то, как-то там чего-то думаешь, не надо, просто вот, просто работайте, и все, я траву не курю, я даже вообще-то сам как-то не воспринимаю ничего, я по клубам не хожу, я ничего, вот, я вот тупо, тупо работаю, вот и все, пришел, отдохнул, и я думаю, большинство из тех, кто будет смотреть видео, то это в основном люди, которые хотят, да, вот, думают в этом, просто есть те люди, которым это нафиг не надо, к примеру, это человек, который живет в большейшем достатке в стране, наворовал денег, там, да, и ему вообще в этом даже и знать не надо, а есть люди, которые действительно по каким-то причинам в жизнь либо сложны в финансовом плане, либо угрожают что-то жизни, вы действительно будете свою жизнь, то берите, блин, и делайте, реально. Это, это все реально, вот сто лет только захотеть, ребята, это все реально. Да, тем более, раньше, когда я слышал варианты о том, что прийти через Мексику, да, мне прям вообще страшно было даже об этом думать, я сам когда-то думал об этом, но раньше там сидели они по полгода и больше вот это в тюрьме, типа ждали суда и все прочее. Я видел, что три года сидит, да? Ого, три года, да. Сейчас нам все намного быстрее, проще. Сейчас быстрее, да, особенно там, если вы семьей идете, вообще проблем нету. Как я слышал, там даже вам айс-офицеры, но это не надейтесь, вот. Но были такие случаи, они находят какие-то там еврейские эти, боготворительные, какие-то церкви, и вот они там поручаются, что-то этот, это все сложно, очень сложно, конечно. Если вы идете с семьей, то вы можете там, я не знаю, там сакрамент, там этот пастор какого-то найти. Ну да, вот, кстати, про поручительство, видишь, ты остался на суд вот в тюрьме, да? Да. Не было поручителя, а некоторые люди выходят сразу же, когда у них есть поручитель, да? Да. Вот, кстати, ребята, мне просто часто пишут, спрашивают меня, чтобы я был поручителем, да, и я отказываюсь, потому что у меня самого непонятный статус, я не хочу в это все влазить. И к тому, что, вот, расскажи про поручительство. Поручитель этот, его еще спонсором называют, это тот человек, который обязан вас взять к себе, он представляет вам жилплощадь, этот поручитель, вот, и он будет гарантировать суду то, что этот человек придет, явится на суд, это вот и есть поручитель. Вы просто, когда сами сюда приедете, легализуетесь, и вы сами никому не пойдете поручителем. И все документы будут приходить на адрес поручителя все время, да? Да, 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 да. То есть все документы по суду и все прочее, да? То есть это должен быть человек, который будет постоянно жить на этом адресе? Ну, постоянно, да, там, просто когда вы пускаете в Калифорнию, значит, там какой-то офицер за ним закреплен. Просто это, я знаю, что сейчас много моих знакомых тоже проходит, которые границу, у них, они все находят поручителя в Сакраменто, в какой-то украинской церкви, там много очень церквей, и каждый из них как бы готова поручиться, но на условиях того, что ты будешь ходить потом в эту церковь, то есть ты должен туда приехать. Да, ты должен там жить в этом Сакраменто, потом ты как-то можешь там перевестись. Это вот, я не знаю, вот адвокат, это вот все лучше с адвокатом, он все расскажет, все покажет, но поручитель он вам искать не будет, это 100%. Я к тому, что, ребята, поручитель найти можно, но просто нужно этим заняться. Да, ну или как я, пожалуйста. То есть меня, когда сидел в ДТ, у меня приходили офицеры, давай, говорят, мы тебя выпустим, давай поручитель, мы тебя выпустим. Я говорю, нет, ребята, у меня, во-первых, поручителя нет, и я буду ждать. Если бы тебя выпустили через поручителя, то ты бы тоже сидел бы, ждал бы, неизвестно когда. А у тебя был железный кейс, у тебя было все железное, поэтому тебе желательно получить быстрее документы, и, ну, то есть да, это намного лучше. Да, и я вышел и сразу подал это на восстанение семьи, пожалуйста, этот. А здесь я пока вышел, пока бы я финальный суд выиграл, через год, через два, потом я подал на восстанение, я бы семью вывезу только через 10 лет. То есть ты терял бы 8 много лет? Да. Если бы ты пришел бы с семьей сразу же, да? Да. Тогда мне суд здесь хоть через 5 лет, и у нас там уже пришло бы 10 детей, и бы, вот, и уже судья бы ничего не сказал. Вот, поэтому все это реально, все это вот, просто стоит только хотеть, и, блин, страшно, конечно же. Ну да. Вот я говорю, я без денег 500 долларов, никого вообще нету, я никого не знаю. Спасибо вот ребятам, вот те, которые меня приютили, я две недели у них был, большое, огромное спасибо, блин, это как бы всю жизнь будут помнить, приютили, но дальше я уже сам, если будете работать, все. Ну да, ты первую неделю на мунике отработал, у тебя уже есть деньги для того, чтобы в комнату какую-то... Да, я отработал, вот моя ситуация, я сразу семье отправил, чтобы им там было полегче, с деньгами, все, я им там, по-моему, 2000 отправил, вот, я думал только о семье, скорее, вот, думал о семье, чтобы денег им отправили, чтобы было полегче, и все, и... Ну да, то есть, получается, они уже, когда ты отправил им перед деньги, это уже как минимум три месяца прошло, с того момента ты уехал, да? Ну да, 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 жена у меня работает, все это, но все равно, когда деньги есть, все это полегче, и ты так переживаешь, что... Вот, поэтому все реально, блин, работа есть, работайте, язык, ничего, научимся, прилипнет, ну, чувствую, что надо все равно педагогам на этот, учиться... Ну, тут много бесплатной школы, когда... Да, есть, пожалуйста, да, и ходите, вот, потихоньку, как-то, что-то... Просто вот я тоже смотрю, там, ой, там вот рассказывают, ой, американцы, такие они приветливые, такие приветливые... Ребята, если... Сейчас расскажу историю, меня стреляли уже в машину огнестрелом, да, мексиканцы, соседи, то, что я машину туда поставил, просто прострелили, я арендовал машину, они ее с огнестрелом ночью прострелили, все. Все, меня остановил шериф, и когда я ему говорю, блин, я плохо по-английски говорю, он такой на меня смотрит, думаю, ну, сейчас, ток не стреляй. И тут на тот случай, там, если американцы, там, все они улыбаются, если ты им улыбаешься, да, они тебе могут там улыбнуться, ты на них там со скалом, я не так же, ну, разве не так? Это такие же люди, это такие же люди, блин, то, что вот они там всем улыбаются, да нифига. Не, ну, это тоже зависит и от национальности человека, который, и от района, где ты находится, да, поехать на Санта-Монику и подобное всякое, то есть в районы такие, там, все, все цивильно, все красиво, люди хорошие, приветливые очень. Ну, там даже люди машину водят по-другому, понимаешь, а заедешь уже в Голливуд, уже другой, заедешь в Даунтаун или Корейтаун, это ужас просто, это просто ужас, где вот мексиканцы и прочее всякое. Не знаю, я видел, он на хайвее ехал, один другого там, это кофе им с тарканчиком кинул, что-то он там его подрезал, и что-то. Ну, да, конечно, тоже всякое. Люди разные, но не надо говорить там, что они все там улыбаются. Да, конечно, не может быть такое, страна очень интернациональная, очень много людей. Все улыбаются, блин, вот что ты там не на его место проканулся, все, он там уже на себя этот лезет, ты что сюда заехал? Да. То есть тут розовых очков нету, но работать, работать и все будет, вот абсолютно все. И фазенду у вас будет, и ранчо, вот, ну, на самом деле. Ну, как в Таранов, да? Да, 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 просто работайте, не надо ничего выдумывать там, блин, и платите налоги, и ничего не нарушайте. Все, будьте лучшими, будете просто лучшими. И вот, я говорю, люди живут, со мной жили, блин, они там пять лет живут, таких машин нет. Купили там какую-то, блин, зачуху, но это, блин, у него CDL есть, а он не работает. Я там жду момента, когда полчаса я сидел, чтобы поехать работать. Да, да я бы тоже сейчас был сидел, но я пока это не хочу, попозже, вот. Я бы тоже, но у меня еще с сошелами. Вот, у меня, то есть, вот я взял кредит без сошела, без каких-то либо документов, вот только права, driving license, а, за границами, я спрашиваю, да. И все, пожалуйста. Ну, классно, классно, конечно. Да, и все, как бы. За два с половиной месяца, да, вот два с половиной месяца я легализовался, все, я отсидел, вышел. Нет, это вообще, я думаю, блин. Да, и этот вопрос иммиграционный я закрыл раз и навсегда. То есть, я уже, я ездю спокойно, да, в любой штат, я тут не привязан, у меня ни сюда, ничего не будет, вот. Ну, да, то есть, ты вот подашься после white-карты на green-карту, после green-карты, проживешь еще, наверное, года три по ней, да, и потом подаешься на... Четыре и на гражданство, на паспорт, да. И все, и потом уже вообще... Да, да, и все. Ну, тут уже с green-кой уже можно... Ну, даже с green-кой, да, уже классно. Да, уже можно вылетать. Для некоторых это мечта, а некоторые выигрывают эту green-карту и даже не подают этому... Да, да, и не едут. Ну, это просто, блин, дается такое... Они не ценят, они сюда приезжают, я таких видел много. По green-карте, которые приезжают, тоже не ценят. Да, и даже те, которые по турвизе приезжают, он здесь побыл, блин, да чего Америка, да я поеду в Казахстан, да я там это... Там дешевле, да езжай, он просто не ценит. А когда я уже перешел, вот это вот все, я уже пережил, блин, нет. Вот, я уже этот пуд соли съел, нет, сорян, блин, я... Это, да. Вот. Ну, я думаю, можно заканчивать. Ну, друзья, была такая история, я думаю, всем было интересно слушать, потому что мне было очень интересно послушать эту историю. Это лично для меня что-то очень новое и такое, знаете, тяжело достижимое. То есть не каждый готов на такое пойти, да, пройти весь этот путь, потому что, как говорится, большинству людей просто страшно, да, все это. Это все будет неизведанное, что-то новое, что-то страшное, слово тюрьма, пугает сразу же. Но вот человек, блин, передо мной сидит, которого все получилось, причем, блин, так получилось, что можно еще позавидовать. Я считаю, это очень хорошая история. Не все истории, конечно, такие же, да, потому что есть люди, которых разворачивают, да, и сложно. Кто-то проходит много раз, прилетает и в Мексику, много раз, и много раз, и я слышал истории, по три-по четыре раза они пытаются только проехать. Я же говорю, мне чисто повезло, вот только вот повезло. Хорошие истории, да, так что есть на что равняться, есть к чему стремиться, если у вас есть желание, я думаю, у вас тоже все получится точно так же. Поэтому, друзья, всем спасибо за просмотр этого видео, пишите комментарии, если вам что-то интересное, возможно, мы ответим что-то, если ты там будешь, дополнишь ответы людей. В общем, все, друзья, всем спасибо, всем пока. Пока.